Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. 23 ноября президент Молдовы Майя Санду отправится с официальным визитом в Бухарест по приглашению румынского коллеги Клауса Йоханеса, сообщили в пресс-службе главы государства. В Бухаресте Майя Санду встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханесом, исполняющим обязанности премьер Ниццу Флорином Кыцу, председателем Сената Анкой Драгу и главой палаты депутатов Сорином Гриндяну. Вместе с Санду в столицу Румынии отправятся генсекретарь администрации президента Кристина Герасимов и пресс-секретарь главы государства Сарина Штефырца. К тому же в состав делегации войдут министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Папеску, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, министр культуры Сергей Продан, министр просвещения Анатолий Топало и посол Молдовы в Румынии Виктор Кирилле. В ходе визита планируется подписание плана сотрудничества между Молдовой и Румынией и межправительственного соглашения о взаимном признании дипломов, сертификатов и учёных степеней, сообщили в администрации президента. На прошлой неделе вице-премьер-министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провёл рабочую встречу с министром транспорта и инфраструктуры Румынии Ионелом Скриоштяну. Они обсудили ряд совместных проектов, которые планируют реализовать. Например, увеличение числа рейсов, выполняемых румынскими авиаоператорами по маршруту Бухарест-Кишинёв-Бухарест, а также диверсификация направлений за счёт открытия новых рейсов и использования альтернативных аэропортов Румынии, таких как Клуж и Тимишуара. «Надо идти от цветочного моста к каменным мостам», – сказал мне господин Скриоштяну, – написал Андрей Спыну в Facebook. Министры также говорили о строительстве приграничного моста через реку Прут между молдавскими и румынскими унгенами, а также реабилитации автодорожных мостов на пунктах пересечения границы. Ещё одной темой дискуссии стало подписание меморандума о взаимопонимании между правительствами Румынии, Молдовы и Украины, о сотрудничестве в проекте реабилитации железнодорожного коридора Ясы-Кишинёв-Одесса, а также вопрос о строительстве автострады Тыргунямц-Ясы-Унгены. Отношения Румынии и Молдовы, несомненно, улучшаются. Недавно румынское издание Digi24 опубликовало колонку румынского политика депутата Европарламента Дачиана Чолоша под заголовком «Румынии нечем гордиться в связи с успехом Мэйсанду». Сейчас Молдове удалось стать исключением в региональном негативном тренде, как ранее это сделала и Румыния благодаря борьбе с коррупцией, пишет евродепутат. Сейчас, по мнению Чолоша, Румыния и Молдова должны тесно сотрудничать, чтобы показать, что воскресное голосование граждан Молдовы было правильной инвестицией. Если мы хотим, чтобы ситуация изменилась радикально, с нашей стороны нужна существенная и долгосрочная мобилизация. И лучше отказаться от аплодисментов унионистским силам, которые пытаются разжечь ситуацию на национальной почве. К счастью, результат АУР в Кишинёве до смешного низкий. Но и этого будет достаточно, пока мы будем продолжать продвигать на ответственные должности клоунов, пишет евродепутат. Он призвал румынских политиков более ответственно относиться и к собственной работе внутри своей страны и не разводить популизма. Победа Маисанду – это результат её труда. Эффектом этой победы должно быть увеличение до беспрецедентного уровня ответственности румынских политиков, уверен Чолош. Надеюсь, что пример Маисанду станет последним толчком для нашего пробуждения к тому, что происходит у нас и к тому, что мы должны сделать для тех, кого символично называем нашими братьями из-за прута, подытожил Чолош.